Всем привет! С вами ваш переводчик Асулхан и сегодня у нас реакции из Финляндии. Это учитель по вокалу Анна Васкилайнен и это ее первая реакция. Я о ней уже вам говорил в видео, которое есть на канале. Всем приятного просмотра! Всем привет! Меня зовут Анна. Я преподаватель по вокалу и учитель пения. Сегодня день, когда я делаю реакции на своем канале. Благодарю за все ваши рекомендации. У меня их всегда не початый край и они меня ни разу не подводили. У нас были и взлеты, и падения, и куча крышесносных моментов. Недавно я обнаружила, что один конкретный человечек очень часто мелькает в комментариях. Это молодой парень по имени Димаш. Я не особо знала о нем до этого момента, но вы рассказали мне, что у него величайший голос и для своих лет он блистательный интерпретатор. Давайте приступим к просмотру. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Давайте разберём начало песни. Это было ой-ой-ой, какое начало, что у меня аж слёзы с первой минуты. Мне кажется, эта песня о каком-то конфликте или сложном периоде в жизни. Мне следовало ознакомиться со словами этой песни ещё до реакции. Но сколько же эмоций доносятся через его вокал? У него безупречная интерпретация с самого начала песни. Такие твёрдые согласные звуки. А гласные звуки и вовсе не компенсированы. Они просто красиво вытекают из его уст. И очень тяжело так долго держать подобную планку чувствительности. Особенно, когда поёшь вживую. У Димаша очень расслабленная, приятная и сладкая вибрато. Вначале я заметила, как он вытащил один из своих наушников. Видимо, для того, чтобы получше чувствовать свой голос. В этом пространстве, где он выступает. Давайте поговорим об этом чуть позже. Когда я чуть глубже погружусь в это с точки зрения анализа. Субтитры создавал DimaTorzok О, мой Бог. О, мой Бог. Субтитры создавал DimaTorzok Я не нажимала на паузу. Потому что это выступление было невероятно захватывающим и насыщенным. Как по мне, здесь не было ни единой, лишней или бессмысленной ноты. И паузы. Всё было сделано безупречно. Всё было идеально. Всё было доведено до совершенства. Ядрёна Матрёна Матрёна. Какой же у него контроль над своим голосом? Димаш делает со своим голосом всё, что хочет. У него идеальная высота звука и очень интересная эмоциональная подача. Он часто использует такие типа стоны в конце своих фраз. Давайте вернёмся немного назад и посмотрим, что там было. Например, в конце. Это было чудесное, трогательное, то есть увеличение громкости, а затем возврат. К более тихому тону. Сперва там слышится много дыхания. А затем можно услышать, как голосовые связки начинают преобладать. Это было в самом конце. Думаю, где-то вот здесь. Это такая вишенка на торте. Слушая это в первый раз, можно сразу убедиться в универсальности и в многогранности техники Димаша. Здесь было 4-5 разных звучаний, 4-5 разных вокальных техник. Например, этот большой оперный звук. Он определённо обучался классическому пению. Но там также присутствуют множество современных вокальных течений и другие современные направления. Это как акробатика. Вокальная акробатика. Между классической и звуковой формацией и формацией ритмичной музыки. И всё это в рамках одной песни. Абсолютно феноменально. Так-так-так, где же это было? Вроде бы здесь. Давайте попробуем. Я пыталась запомнить эти моменты, чтобы потом показать вам. Здесь он перешёл с большого оперного звука на свистковую ноту. Давайте послушаем ещё раз. И потом я расскажу вам про эти свистковые ноты. Я про это. Слышите? Это два совершенно разных звука. При свистковой ноте необходимо, чтобы звуковые губы были достаточно крепко зафиксированы. И только немного воздуха могло пройти через кончики голосовых связок. И, конечно, там должна присутствовать поддержка голоса. Но это же почти невозможно. Перейти с такой большой ноты в свистковый тон. Также здесь... Также здесь есть такой лёгкий классический стиль, который отличается от оперного стиля. Его можно услышать где-то в начале. Давайте начнём где-то с первой минуты. Слышится немного больше воздуха. А здесь Димаш осмеливается петь. В женском регистре. Поэтому звук склоняется к фальцету. И так как у него сильная поддержка голоса, он способен держать долгие фразы. И не дышать без особой надобности. Я ещё говорила вам про поп-микс. Это было где-то в конце, когда интенсивность нарастала. И он подходил к кульминации этой песни. Здесь он приложил больше мощи. Здесь он вложил больше сил. Это было где-то на четвёртой минуте. Попробуем вот здесь. Вот тут. В точку. Прежде чем мы перейдём в свисковую ноту, давайте ещё раз это прослушаем. Это поп-микс. Это смесь грудного и головного голоса. И в его звучании особенно больше головного голоса. Также здесь есть тванг, о котором я говорил в своём последнем видео. То есть звук находится вот здесь. Он как бы выдвинут вперёд, чтобы получить вот такое пронзительное звучание. Это помогает создать такую душераздирающую интерпретацию. Когда нужно воспроизвести эмоциональные ноты. Это лучший способ, чтобы создать такой эффект. Это ещё один пример классической расстановствии. В частности, переход с поп-микса на свисковую ноту требует больших усилий, потому что позиции голосовых связок очень разные. Это как день и ночь. Ещё и этот чудесный нисходящий риф, который даже девушкам не по зубам. А он взял и укокошил его. А затем мы возвращаемся к классической звуковой формации. Он просто разнёс в пух и прах все эти вокальные техники. Это же ненормально. Белтинг. Давайте также пройдёмся по белтингу, который я тут нашла. Для этого нужна мощная поддержка и минимальное количество воздуха. Это как крикнуть что-то другу через всю Ивановскую. Давайте ещё раз послушаем. Это было очень коротко, но это всё, что я нашла. Обратите внимание, как Димаш работает с аудиторией. Нельзя пропеть такую ноту и при этом вести себя скромно. Здесь нужен размах. Я всегда говорю своим ученикам, чтобы они представляли себя очень больших размеров, что даже не вмещаются в комнату. Представьте, что вы огромный человек, шириной несколько метров в каждую сторону. И покажите это всем своим телом. С самого начала Димаш ведёт себя, как настоящая поп-дива. Его руки порхают, и он очень хорошо демонстрирует свою поддержку всем своим телом. Давайте вернёмся к его этим стонам в конце фраз. Какие славные и согласные звуки. А здесь он поёт почти шёпотом. У меня аж сердце ёкает, когда он вот так опускается в свой нижний регистр. По-настоящему отличный контроль дыхания. Вот оно. Возможно, слова песни приобретают новый эмоциональный заряд, и это требует дополнительных усилий для интерпретации. Это усиливает эмоциональную окраску. Это хорошо работает, когда поют вживую. Но это не для студии. Это прекрасный приём, особенно при живом исполнении. однако, я хочу сказать, что с подобными спецэффектами очень легко пить борщить, и замечательно видеть то, что Димаш начинает использовать их только сейчас, а не делать так с самого начала. Начало было минималистское, такое тихое и безмятежное. Ух ты, пух ты! Ох, Димаш, что же ты делаешь со мной? Я могу слушать эту песню весь день, но, к сожалению, мне пора учить своих учеников. Всем спасибо за внимание, берегите себя, всех обнял, всех люблю, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok